Братья и сестры, я вас всех приветствую. Позвольте начать вот с такого вопроса. Те, кто был утром на озере, во время богослужения на озере, и вот во время сейчас нашего служения, обратили ли вы внимание на ключевое слово сегодняшнего дня? Ключевое слово сегодняшнего дня, дня в церкви, когда проходит у нас крещение. Ну, я думаю, конечно, вы догадались это слово верою. Не так ли? Это слово вера. А вот сегодня наши братья и сестры, которые приняли крещение, они произнесли его так, как никогда раньше. И они произнесли его так, как никогда больше не будут произносить это слово. А если вы были наблюдателем со стороны, то для нас с вами это было еще одно напоминание. Напоминание о том, что смысл и сила жизни христианина, она сократа в этом слове. Не так ли? Верую. Верую, что Иисус – Сын Божий. Верую, что Бог – Его Отец. Верую, что проведет Он меня по этой жизни. А вы знаете, мы вот этим вот служением, крещением, мы с вами присоединяемся к череде, вот к череде, которая соединяет нас с вами с древностью, вот особенно к тому времени, когда вот только образовалась Церковь Господа Иисуса Христа. Знаете ли вы, что вот эти вот белые одежды во время крещения, вот такой немножко странный подход крещения, когда служитель спрашивает, вот человек, который хочет принять крещение, спрашивает вопрос, веришь ли ты? На что человек должен ответить утвердительно, да, верю. Вы знаете, это очень-очень древняя традиция. С самых первых веков христианства была вот эта вот проверка. А проверка или как можно было узнать, что ты христианин, ответив на вопрос правильно? Веришь ли ты в то, что Иисус есть Сын Божий? Да, верую, так отвечали христиане, когда их окружало огромное количество богов. То есть вы знаете, сегодня мы с вами присоединяемся вот к истории церкви. Может быть, невидимая нить, которая в нас с вами соединила с тем, что было очень и очень давно. Можете ли вы себе представить, какую нить прошло это утверждение верою? Какую нить жизней, культур, народов? Прошел вот этот вопрос, веришь ли ты в то, что Иисус Христос есть Сын Божий? Сегодня мы с вами стоим на могучих плечах церкви Господа Иисуса Христа. Она сильная церковь, потому что верит. Можете ли вы представить себе количество людей, которые отдали свою жизнь, чтобы сегодня мы с вами верили? Этого трудно представить. Но это слава нашего Господа. Вы знаете, это особенная жизнь. Именно слово верую, оно дает смысл тому нашей жизни. Слово верую дает смысл тому, что мы с вами делаем. Верую, что Иисус Христос Сын Божий. Слава Богу за это. Перед нами участие вечери Господней. Буквально несколько мыслей. И мы с вами помолимся, поблагодарим Бога за Его благости, за Его заботу. Обращу ваше внимание на одно из посланий, которое не всегда легко читать. И, конечно, вот эта короткая проповедь, она совсем не облегчит труд ваш, если вы изучаете это послание. Ну, просто вот несколько мыслей, мне кажется, очень интересных мыслей. Это из 27 посланий Нового Завета. Послание к евреям. Оно особенно, знаете, чем? Оно особенно тем, что оно было написано с определенной целью. Оно было написано вот с такой вот целью, чтобы удержать сомневающихся христиан отвернуться от веры. Послание к евреям было написано вот с этой целью – удержать сомневающихся христиан-евреев, отвернуться от веры. Вот как мы с вами предполагаем. Вот в нашей Библии так написано, что послание писал это апостол Павел. И, скорее всего, он писал это послание в то время, когда храм еще не был разрушен. И в этом храме в Иерусалиме еще продолжались жертвенные ритуалы. То есть все жертвенные ритуалы не все еще исполнялись. Апостол писал христианам-евреям, которые после того, как они стали христианами, не только были лишены этих очень знакомых и близких, видимых практик иудейской религии, но это были верующие люди, подверженные страданиям и позору за исповедание Иисуса Христа. Это были христиане-евреи, которые были подвержены страданиям и позору за исповедание Иисуса Христа. Смущенные страданиями, смущенные скрытым характером славы Христа. Верующие испытывали искушение отвернуться от веры, впасть в неверие и таким образом отказаться от паломничества к Божьему покою и к Божьему граду. Именно этим людям Павел пишет, постараемся войти в покой онный. Именно этим людям Павел пишет и говорит, не имеем здесь постоянного города, но ищем будущего. Именно в этом послании, именно в этом контексте, в контексте искушения отвернуться от веры содержится немаловажный призыв. Апостол как бы просит, умоляет людей, уразумейте, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа. Сколько было желаний в этом человеке передать знания о Господе. О, как это важно верующим людям знать, уразуметь нашего Господа Иисуса Христа. Уразуметь – это значит уделить пристальное внимание, внимательно рассмотреть, внимательно подумать. Апостол, который писал это послание, очень хорошо знал, что только Христос может разрешить самые сложные вопросы жизни человека. Только Христос может разрешить самые сложные вопросы жизни человека. Поэтому апостол призывает читателей, уделите пристальное внимание тому, что я скажу об Иисусе Христе. Уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего. Именно в этом послании очень богато раскрывается личность и служение Иисуса Христа. Апостол, который писал это послание, называет его прежде всего Сын, в Котором говорил Бог. То есть так начинается это послание, Сын, в Котором говорил Бог. Дальше апостол Павел называет его Господом, который проповедовал нам слово спасения. Павел называет его посланником и первосвященником исповедания нашего. Павел называет его Христом или помазанником. Павел называет его виновником спасения нашего или источником спасения нашего. Павел называет его священник по чину Милхиседека. Священодействователь святилища Искинии истины. Ходатай Нового Завета. Еще раз Павел просит, умоляет, уразумейте пресвященника и посланника исповедания веры нашей. Перед нашей молитвой хотелось бы обратить наше с вами внимание на один из таких титулов Господа Иисуса. Вы знаете, братья и сестры, немногие из нас учат стихи из послания к евреям, не так ли? Они звучат сложно, их сложно понять. Ну вот такой стих хочу предложить вам, может быть, получится заучить. А 2 глава 10 стих. Давайте прочитаем вместе, внимательно, медленно. 2 глава послания к евреям, 10 стих. Ибо надлежало, чтобы Тот, для Которого все, и от Которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания. Послушайте внимательно. Приводящего многих сынов в славу. О Христе Павел говорит. Вождя спасения их. Скорее всего, читая послания к евреям, эти слова мы с вами пропускаем. Давайте несколько минут мы с вами уделим, вот тому, чтобы понять значение вот этого выражения. Вождь спасения нашего. А между прочим, есть параллельный текст, параллельный стих в этом послании, 12 глава, 2 стих, где Павел опять призывает, умоляет, просит, взирая на начальника и совершителя веры. Вождь спасения, начальник и совершитель веры. Итак, вождь спасения. А вот так вот говорят люди, которые изучают язык оригинала, что слово вождь имеет очень-очень богатый оттенок. Ну, с одной стороны, вождь – это основатель. Основатель, благодаря которому возможно спасение. Но, это такой вождь, с другой стороны, это такой основатель, который и сегодня продолжает вести человека. То есть, он не только дал основание спасению, не только с него началось спасение, но и сегодня он ведет. Мы с вами прочитали, приводит многих сынов в славу. Это титул нашего Господа. Он сегодня ведет нас с вами в славу. Вождь спасения нашего идет во главе, чтобы проложить путь для других. Что-то похожее есть у альпинистов. Особенно, когда молодые альпинисты проходят обучение или какая-то группа направляется в горы, может быть, какие-то сложные подъемы. Есть лидер, который идет впереди. И вот ведущий этой группы не только указывает путь, он прокладывает путь. У альпинистов, ведущей группы, он не только показывает путь, он прокладывает путь. Вполне возможно, что в горах дорогу может преградить глубокое ущелье. Именно лидер группы сможет перебросить веревку, закрепить эту веревку на другой стороне. Затем лидер группы, рискуя своей жизнью, первым перейдет ущелье. Перейдет для того, чтобы создать мост, по которому смогут переправиться все остальные члены его группы. Скорее всего, это очень бледное отражение того, что апостол имеет в виду, называя Иисуса Христа вождем нашего спасения. Своими страданиями Христос приводит многих людей в славу, многих сынов в славу. А знаете, чем особен этот титул Господа Иисуса Христа? Он особен тем, что Христос не первый вождь человечества. Иисус Христос – это не самый первый вождь человечества, а первым был Адам. Он первым был призван вести человечество, призван вести человечество в послушании. Он первым был призван провести человечество через искушение сатаны, для того, чтобы привести людей в славу. Писание говорит нам о том, что в нем все согрешили. И Писание говорит о том, что мы с вами в нем лишены славы Божьей. После согрешения Адама мир стал местом постоянной вражды. Во враждебности теперь находится Бог и человек. Во враждебности теперь находится человек и сатана. Во враждебности находится мужчина и женщина. К сожалению, во враждебности находятся муж и жена. Во враждебности находятся брат и брат. Существуют во враждебности. Поэтому Господь Иисус Христос пришел в этот мир как второй вождь, второй представитель человечества. Христос открыл или проложил путь в присутствие Бога для всех, кто верит в Него и следует за Ним. Библия говорит о том, что Христос принял человеческую природу, вошел в нашу падшую, опустошенную грехом среду. Он прожил жизнь полного послушания, жизнь во славу Бога. На кресте Он принял осуждение за наши грехи именно по этому проложенному пути. По пути благодати к нам с вами приходит благословение и восстановление, открыт доступ, по которому мы с вами получаем благословение и благодать от Господа. Вы знаете, что интересно? Для того, чтобы стать вождем нашего спасения, Иисус Христос должен был начать с самого начала. Священное Писание говорит нам о том, что мы с вами живем в мире, где грех поражает человека еще во чреве матери. Библия говорит о том, что грех поражает человека до рождения. Во чреве матери вот так говорит нам псалмопевец «Я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». Другими словами, именно во чреве матери Бог должен был начать свою спасительную работу. Вождь нашего спасения родился, как рождаются все другие дети. Тот, благодаря которому все существует, воплотился через обычное рождение. В мире, где все с рождения поражено грехом, невозможно было начинать со зрелого человека. Поэтому Бог начал с младенца. Далее, вождь нашего спасения должен был оказаться в пустыне, где он противостоял сатане. Неудивительно, что и пустыня создана грехом человека. Пустыня тоже создана грехом человека. Именно в пустыне Иисус победил своего и нашего с вами врага. Отойди от меня, сатана! В конце послушной жизни вождь нашего спасения преодолел все препятствия на пути к Богу. Вождь нашего спасения умер в глубокой тьме, которая окружала Голгофу. Но своим воскресением он преодолел и смерть, открыв нам путь к Богу. В этом послании Павел еще пишет. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, который он вновь открыл нам через завесу, то есть через плоть свою, таким образом, от колыбели к пустыне, от пустыни до Голгофы, от Голгофы до гробницы, от гробницы до трона, наш Господь Иисус Христос проложил путь благодати. Он вождь нашего спасения». Вы знаете, в пятницу, когда у нас был прием крещаемых в членной церкви, не один раз мы спрашивали, сможете ли пройти путь. Я думаю, вы замечаете вот этот вот страх всех людей, которые готовятся принять крещение. Именно вот этот вот страх, сможем ли мы пройти, сможем ли мы устоять. Конечно, крещение – это тревожный шаг, но крещение – это начало проложенного пути. Крещение – это начало проложенного пути. Знаете, мне кажется, у нас, у христиан, которые вот так много слушают проповеди, читают Библию, слушают песни, по некоторым очень важным вопросам складываются стереотипы. А немножко не совсем правильно, совсем глубоко мы думаем и понимаем многие-многие вопросы. Одним из таких вопросов является вопрос крещения. Вечери Господни. Что такое крещение и вечери Господни? Я думаю, в большинстве случаев, если мы с вами спросим друг друга, что же такое крещение, первым делом мы отвечаем – это завет. То есть в первую очередь мы с вами обращаем внимание на то, что сделал я. Крещение – это то, что сделал я. Мне кажется, Библия не так говорит о крещении. Крещение, братья и сестры, смысл крещения в том, чтобы указать на то, что сделал Бог для нас в нашей жизни. Павел говорит, мы погреблись с Ним, крещением – смерть, чтобы как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Когда мы думаем о вечере Господни, точно так мы думаем о том, что это то, что делаем мы. Вечери Господни, братья и сестры, это то, что сделал Бог для нас. Это очень важный принцип нашей жизни, принцип, которым жил Иоанн Креститель. Ему должно расти, а нам должно умоляться. Вы знаете, пока не будет Бог велик в нашей жизни, жизнь не будет полноценной. Пока не будет Бог велик в нашей жизни, пока наша жизнь не будет основана на том, что делает, что сделал, делает и будет делать Бог, наша жизнь будет мелкой, и вера наша с вами будет мелкой. Поэтому я призываю вас, братья и сестры, уразуметь, уразуметь посланника и пересвященника исповедания нашего, Господа нашего, Спасителя Иисуса Христа, вождя нашего спасения. Мы поблагодарим Бога за все милости и благости Его в наших молитвах. Аминь. Продолжение следует...